Всем привет! Сегодня покажу свою новую маточную клетку для кроликов. Клетка общая, разделенная на две части общим сенником, и имеет два съемных просторных маточника, которые легко ставятся в торцы клетки. В итоге клетка может использоваться как с маточниками, так и без них, становясь из маточной клетки клеткой для откорма или для содержания самцов. Поехали! Итак, почти два года назад я показывал покупную клеточку для своих любимых питомцев оладушка и зайчишки. Покупал я на сайте Большого Фермера, это магазин фермерского оборудования в Челябинске, и я там время от времени приобретаю необходимый инвентарь, так как период, когда я каждую клеточку, каждый поддончик делал собственными руками, но это все осталось в прошлом. Сейчас для меня важны функциональность, эффективность и главное время. Если я понимаю, что всего за 2-3 акрола полностью отобью стоимость оборудования, я не задумываясь его приобрету и даже не буду заморачиваться, так как сам я потрачу просто непозволительно много времени, чтобы продумать, сделать чертеж, закупить сетку, профиль, фанеру и все это сколотить, смонтировать в нечто отдаленно напоминающее клеточку. Нет уж, я уже не могу себе этого позволить, мне нужно готовое решение. Я купил готовый комплект, за полчаса собрал, через час там уже животные сидят на всем готовом. Ну, просто нет времени вот рассусоливать и тратить там по 2-3 дня на изготовление чего-то. Меня спрашивают, как ты все успеваешь? Ну, так вот, во-первых, я ничего не успеваю, а во-вторых, время на то, что можно купить и высвободить руки и голову, я не трачу. Если, конечно, четко понимаю, что стоимость моего времени больше, чем то, что мне сейчас нужно в моменте потратить на приобретение готового варианта. Ну вот и пришло время локализовать у меня в хозяйстве рабочую часть поголовья кроликов породы Полтавское серебро. Я принял решение, что эта порода продолжит свою историю и развитие у меня в хозяйстве. Но подробнее об этом будет в отдельном видео про породу серебро. Зрители давно его ждут, но я не выпускаю видео, пока не буду уверен во всех нюансах и мелочах. Скоро будет, друзья, скоро. Сегодня о клетке. Заказываю я на сайте большого фермера 74bf.ru Клетка называется Любимая Premium, с двумя поддонами из оцинковки идут, ниппельное паение, две кормушки, трапы заказываем одновременно и отдельной опцией идут маточники, специально сконструированные именно под эту модель клеток. С зацепами и удобной системой накинул-снял. Мои два любимых ушастика питомца прекрасно себя чувствовали в аналогичной клеточке, которую я заказывал почти два года назад. Но сейчас я их пересадил в более просторные отдельные отсеки, потому что это все-таки питомцы, а как раз для рабочих животных вот эта клетка подходит идеально. А из двух клеток я решил локализовать вот таких вот двух серебристых самочек работающих, а внизу будет отсаживаемый молодняк. Самец серебра у меня сидит, разумеется, отдельно. Про сборку такой клетки у меня было подробное видео, там я все нюансы показывал. Схема и порядок не изменились, поэтому покажу только основные этапы и остановлюсь на отличиях, а именно вот такой вот маточной комплектации. Внизу у меня будет стоять первая клеточка, на верхней части каркаса предусмотрены штырьки, в которые вставляются ножки следующего яруса. Вот таким образом можно наращивать вверх батарею клеток по мере роста поголовья. Итак, комплект клетки приходит в разобранном, в таком компактном виде сама клетка, только собрать, а вот два маточника, левый и правый, они приходят в сборе, то есть готовые к эксплуатации ящики, только навесить на клетку и все. Но из-за этого пришлось заказывать доставку на терминал транспортной компании. С деком уже такой объем не проходит. Итак, начинаем собирать. Установили боковины, штырьки предыдущего яруса нижнего, связали их задней стенкой клетки, саморезы с буром входят в комплект, по четыре самореза на каждую сторону. Лицевую часть также закрепляем, аналогично, четыре самореза. Клетку перевернули, закрепили дно, специальная сетка идет на дно, невозможно перепутать. К дну уже прикреплены две части сенника, мы их просто разводим в стороны и скрепляем хомутами, стяжками на лицевой и задней стенках. Все очень просто. Угол такой, что кролику не достать пластиковые стяжки, поэтому не беспокойтесь, что их сгрызут. Вверх сетки сенника отгибаем под срез клетки, под верхнюю крышечку и крепим в сетку крыши. 25 на 25 миллиметров такая сетка. Вся сетка и детали крепятся на саморезы с буром с широкой прижимной шайбой. Все входит в комплект. На дверцы ставим пружинные крючки для надежного запирания. Вставляем уже готовую ниппельную систему, это квадратная труба с ниппелями на каждую секцию. Ну, только если в нижней клеточке, где нет маточников, я штуцер этой трубы просунул через торцевую сетку в боку и к роликам до шланга никак не добраться, поэтому шланг не надо было защищать, то вот здесь, в клетке с маточниками, трубы приходится смещать к центру, отцентрировать немножко и, соответственно, шланг и штуцер мы будем защищать пластинкой из оцинковки. Ну, очень просто. Прикрепляем на проволоку и все. Можно подключить одну емкость через тройник, можно к каждому ярусу подключить отдельную емкость отдельным шлангом. Это предпочтительнее, если оставляете кроликов автономно на несколько дней. Чтобы установить маточники, мы откручиваем сетку с торцов клетки. То есть, из базовой комплектации эти торцы, они с сеткой идут. Мы откручиваем эту сетку, берем маточник, наверху есть брусок для зацепа за профиль верхней части клетки, внизу специальный паз выемка. Все, маточник садится очень четко и плотно. Вот такая система. Зацепил и опустил внизу, вот в этот паз. Ни крольчиха, ни бесящийся молодняк, ни человек, случайно зацепивший, не сдвинет маточник. Он очень надежно крепится. Прям я порадовался. В маточнике дверца для осмотра, запирающаяся, естественно. Маточник просторней, чем те, что я обычно использую. Ну, у меня они все-таки компактные. Эти хорошо подходят и в том числе для крупных пород, то есть вот от 6-7 килограмм. Ну, и для средних, естественно. Кормушки устанавливаем на посадочные места. Я креплю проволокой. Для этого сверлим по две дырки в кормушках и надежно крепим, продевая через углы. Для поддонов крепим профили под клеткой, такие перекладинки и ставим сдвоенные поддоны. И все. Вот у нас за полчаса готовая клетка с двумя маточниками на две самки с молодняком. Ну, поддоны я все-таки советую покрывать гидроизоляцией, как я показывал уже неоднократно. Два слоя гидроизоляции Болларс и поддоны будут вам служить гораздо дольше. Вот у меня покрытые поддончики. Вот почти два года. Они вполне себе живые. Надо только обновить немножко и будут еще служить столько же. Иначе, если не защищать поддоны, не красить их и никакой гидроизоляцию не использовать, ну, тогда сквозная коррозия буквально за полгода. Очень агрессивная среда. Поэтому не напасешься о цинковке. Клетка собирается очень быстро. Вот это готовое решение позволило мне буквально за полдня с учетом заезда на терминал полностью решить вопрос с размещением животных под ключ. Включая кормление и паение. Осматривать такие маточники стало, конечно, гораздо удобнее. Ну, а в дальнейшем я снаружи маточника прокину две направляющие и сделаю задвижки. Ну, для того, чтобы можно было открывать, закрывать снаружи клетки. Сильва, мать хоть и хорошая, но дурная. Она слишком рано открывает детишек, убирает пух, так что надо иметь рычаги влияния и при необходимости вмешиваться. Так, теперь по ценам. Ибо никто не обещал, что готовые решения раздают бесплатно. Сама клетка стоит 8500, маточники по 2,5. Они различаются левой и правой, соответственно, чтобы нам было удобно осматривать. Если нужен только один маточник, соответственно, нужно выбрать какой. Дверца будет к нам обращена, и мы сможем удобно осматривать. Доставка по тарифам транспортной компании, это уточняется при заказе. Разумеется, у кого много времени и нехватка средств, они сделают самостоятельно, а когда времени нет, но хочется продолжать заниматься своим любимым делом, а кролики, кстати, позволяют это спокойно делать за счет автономности содержания, разумнее, конечно, купить готовые решения и не тратить ни времени, ни силы. Ссылки на клетку и маточники я оставлю под видео. Ну, а серебристых красавцев с новосельем! Субтитры создавал DimaTorzok